Всем привет, меня зовут Арам. Сегодня я хочу поговорить с вами о конторе Universal Audio, рассказать о их продуктах и сделать такой быстрый беглый гайд по всем ассортиментам, какие аудиоинтерфейсы представляют, что такое UART, потому что очень много людей спрашивают, и давайте пробежимся и посмотрим, что же эта компания себя представляет. Конечно же Universal Audio вначале славился своими железными приборами и DSP-процессорами, но недавно они выпустили серию аудиоинтерфейсов, саундкарт, которую мы называем в народе, и эти саундкарты звучат очень круто и очень достойно. Давайте пробежимся по моделям и посмотрим, для какой случай какой интерфейс подойдет. Самая первая модель аудиоинтерфейсов Universal Audio был Apollo Firewire. Это было первое устройство, которое предлагало звуковую карту, в которой внутри встроены DSP-процессоры, которые представляют из себя двухъядерные и четырехъядерные процессоры. Оно подключалось по Firewire-устройству и из себя представляло очень удобный инструмент для больших студий, которые записывают барабаны, клавишные инструменты, гитары и так далее. Но этот инструмент стоил дорого, и компания решила представить более бюджетную доступную версию, которая называется Apollo Twin. В данный момент мы сейчас видим Apollo Twin USB. Оно работает только для системы Windows. Эта система представляет саундкарту, которая на борту может иметь одноядерный, либо двухъядерный DSP-процессор. Давайте посмотрим, что же оно из себя представляет и для каких студий этот звуковой интерфейс подойдет. Данный звуковой интерфейс представляет из себя два микрофона входа. Спереди располагается вход для подключения DI-сигнала гитары, бас-гитары, вход для наушников, сзади выход для мониторов, а также 3.4 можно дополнительно тоже подключить как вторая пара мониторов и тоже использовать. Используется здесь разъем USB 3, а также здесь вы можете с помощью этого интерфейса задействовать UART DSP-процессоры и обработать с помощью UART-плагинов. Но эти плагины надо отдельно купить. В пакете входит определенное количество плагинов в стандартах, но все топ-плагины надо отдельно купить. Второй интерфейс, который в этом году был представлен нам, называется Apollo Twin MK2. Это новая модель Twin серии, которая из себя представляет новое нововведение, которое из них является то, что мы можем уже Twin встречать квад-процессором. То есть здесь может существовать DSP-квад-процессор, который раньше не существовал. Добавлены новые функции, как кнопка Tollback, изменение мониторинга, а также интерфейс стал другим цветом, более приятным, на мой взгляд. Звучание очень крутое, я недавно послушал, настательно советую приобрести. Для кого подойдет данный аудиоинтерфейс? Я думаю, данный аудиоинтерфейс подойдет для тех людей, которые занимаются либо EDM-продюсингом, либо люди, которые пишут треки, продают песни, то есть не занимаются большими сессионными записями, им не нужно записать барабаны, гитары, живые инструменты, им всего лишь надо подключить один микрофон, либо клавишный инструмент, записать себя, либо друга, потом сделать сведение мастеринг и выложить в интернет, либо продавать кому-то. Здесь небольшой совет от меня. Если вы будете в будущем использовать UAD DSP-плагины, то обязательно купите квад-версию, потому что соло и дуо-версия в данный момент уже не способны обеспечивать работоспособность всем топовым плагинам. Вы откройте один 1073-ниф или какой-то термионик калши-валши и у вас ресурс быстро закончится. Поэтому рекомендую взять квад-версию. А если у вас бюджет сильно ограничен, то хотя бы дуо-версию. Соло вообще не рекомендую в 2017 году взять. Следующий аудио-интерфейс – это Apollo 8P и Apollo 16. Данные интерфейсы представляют из себя первые – это 8 микрофонных преампов и входов, 16 – это 16 аналоговых входов и выходов. Данный аудио-интерфейс представлен для больших студий, которые занимаются живой записью барабанов, bass-гитар, скрипок, вокалов, очень много клавишных инструментов и так далее. А если вам нужно много каналов, то вы можете купить два Apollo 16 и связать между собой и использовать как один интерфейс. Данные инструменты работают только с интерфейсом Thunderbolt 2 на Windows и на Mac. Обязательно убедитесь, что у вас имеется такой порт, прежде чем покупать устройство. В данный момент уже вышли материнские платы, которые поддерживают на нативном основе Thunderbolt 2. А теперь давайте поговорим про гордость Universal Audio, который называется UAD DSP процессора. Что же это такое и для чего его можно использовать? Конечно же, каждый из нас сталкивается с тем, что иногда немощный компьютер не позволяет обрабатывать звуки в нужном формате или получать то качество, которое нужно. DSP процессора созданы для того, чтобы снимать нагрузку с центрального процессора и обработать звук с помощью встроенных процессоров. Здесь нам предлагается несколько видов. Первый вариант это UAD 2 PCI плата. Эта плата вставляется внутрь компьютера и существует несколько вариантов конфигурации. Это одноядерный, двухядерный, четырехядерный и восьмиядерный. На основе этих Shark процессоров происходит обработка и в данный момент, когда работает данное устройство, ваш процессор просто отдыхает. Если у вас есть стационарный компьютер и ваше рабочее место никогда не меняется, то данная плата является самым лучшим решением. Если ваш бюджет позволяет, то настательно рекомендую покупать Octa версию, потому что он достаточно мощный и справляется с любой задачей. Если вы ограничены с бюджетом, то Quad версию. Solo версию вообще отрицаем. Duo версию можно использовать только с помощью фриза, когда вы будете замораживать несколько треков и работать в таком варианте. Для тех людей, у кого студия построена на основе ноутбука, либо они любят очень часто менять свою позицию, работать в разных студиях и так далее, предлагаю вариант, который называется сателлит. Сателлит, по сути, это тоже самая плата, которая располагается уже в коробке. А коробка подключается с тремя разными способами. Первый вариант это FireWire, второй вариант это USB, третий вариант это Thunderbolt. Здесь существует один минус у FireWire версии в том, что пропускная способность FireWire не позволяет получить устройство на основе Octo процессора. Поэтому максимальное разрешение FireWire это Quad. А если вы хотите купить Octo устройство, то вам придется купить либо сателлит версию Thunderbolt, либо версию USB. При покупке версии сателлит USB вы должны работать только на системе Windows, то есть он предназначен для виндовских юзеров. Если у вас система macOS, то покупаем версию Thunderbolt. И теперь давайте поговорим о плюсах и минусах этих DSP процессоров, зачем они нужны и стоит их покупать в 2017 году. Первое. Стоит покупать, если у вас бюджет не ограничен. Вы должны быть готовы к тому, что плагины на платформе Universal Audio стоят недешево. Но здесь у многих создается вопрос, почему же купить UAD, так как сейчас уже современные компьютеры и процессоры, топовый компьютер позволяет открыть нативные плагины, сделать полноценное сведение. А также в рынке существует огромное количество компаний, предположим Slash Digital, SoftTube, Изотоп, которые предлагают очень качественные плагины и в принципе их можно использовать. Да, с этим частично я соглашусь, потому что в данный момент нативный рынок плагинов очень насыщенный и предлагаются очень крутые эмуляции приборов, которые позволяют получить хороший результат. Но у компании Universal Audio есть небольшой козырь. Они подписывают контракт с многими компаниями и берут монополию на себя. Иными словами говоря, данная компания выпускает эксклюзивные плагины. Плагины, которые выпускаются только на платформе Universal Audio. Компания Meily, Stader, Apex, IMS, Shadow Hills и прочие компании никогда не будут выпускать свои плагины в виде нативных плагинов. Конечно же, никогда это относительно, но уже 10-15 лет компания Universal Audio держит такую позицию. Ну что ж, друзья, давайте сделаем выводы. Если у вас нету звуковой карты или вы желаете в этом году обновить свою звуковую карту, то наставительно рекомендую посмотреть в сторону Universal Audio Apollo Twin MK2. Это очень крутое и качественное решение для вашей студии. Потому что данный процессор позволяет не только качественно записать и мониторить звук, но у Apollo есть большое преимущество, которое позволяет в реальном времени в консоли Apollo открыть обработки, компрессор, эквалайзер и в этапе записи, когда вокалист записывается, в наушниках он может услышать обработанный вокал, но вы в своем секвенсоре можете записать сухой вокал без обработок. Кроме всего этого, я в будущем обязательно запишу видеоролики, которые будут посвящаться UAD-плагинам, сделаю обзоры по отдельным плагинам, расскажу, какие плагины стоит брать, а какие плагины можно игнорировать. Ну что ж, на этом все. Я думаю, видео для вас было полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых видео уроков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok